всем привет вы на канале автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре не очень конечно дешевая но в то же время очень интересная магнитола от компании GVC которая называется T812BT взглянув на стоимость данного девайса можно сразу же предположить что здесь будет три пары линейных выходов и ресивер можно использовать для системы с четырёхканальным усилителем и усилителем для сабвуфера. Но при более тесном знакомстве например, меня ожидало разочарование. Здесь всего одна пара линейных выходов и поэтому можно подключить например или усилитель для саба или двухканальник для динамика. Прелесть данного девайса заключается не в возможности подключения дополнительных усилителей а в беспроводных технологиях. Но прежде чем знакомиться с основным функционалом и предназначением данного девайса, наверное стоит познакомиться с его дизайном и оснащением. Передняя панель у нас скажем так стандартная, имеет стандартный дизайн, это обычный глянцевый пластик, расположение кнопок в принципе тоже стандартное, панелька естественно съемная. Имеется вращающийся энкодер, он также имеет функцию нажатия, то есть мы его применяем для регулировки громкости и навигации по меню. Как джойстик энкодер не работает. Дисплей двухстрочный, символы белого цвета, подсветка кнопок красная, изменить цвет подсветки символов и кнопок к сожалению невозможно. Дисплей у нас двухстрочный, с правой стороны разъем AUX и разъем под USB флешки. В данном случае он имеет такую скажем нестандартную горизонтальную ориентацию. Во многих современных ресиверах почему-то производители делают вертикальную ориентацию, но глобально это ни на что не влияет. И самое интересное, то есть магнитола наверное для меломанов, так как поддерживает компакт диски. Хотя опять-таки для подключения усилителя у нас всего одна пара RCA разъемов. С тыльной стороны у нас штатный разъем для подключения переходника на ISO фишку, этот переходник входит в комплектацию. Дальше у нас разъем для подключения внешнего микрофона, микрофон также имеется в комплекте. Одна пара RCA разъемов с напряжением 2,5 вольт и вход под FM антенну. Так как на борту имеется встроенный Bluetooth модуль версии 4.2, то USB разъем пользователь скорее всего будет использовать для подзарядки мобильных девайсов. Кстати ток заряда здесь 1,5 ампера. Ну и также в редких случаях USB можно использовать для прослушивания музыки с тех самых флешек. Во всех остальных случаях настраивать магнитолу и прослушивать музыку будет гораздо удобнее непосредственно с мобильного устройства с использованием нескольких специальных приложений. Помимо возможности прослушивания потокового аудио с Android и iOS устройств, а также возможности настройки ресивера через специальное приложение GVC Remote, у данной магнитолы или у Bluetooth модуля данной магнитолы есть еще несколько дополнительных функций. Во-первых, к магнитоле можно подключить одновременно два телефона и одновременно обрабатывать звонки. При этом передача голоса происходит в широкоформатном режиме. Грубо говоря, это цифровая передача голоса и вас будет слышно гораздо лучше. Также здесь есть возможность подтянуть журнал звонков и телефонную книгу. Поддерживается функция GVC Streaming DJ, то есть к магнитоле можно подключить целых пять смартфонов и по очереди транслировать музыку с каждого смартфона. То есть все люди, которые едут в автомобиле, могут по очереди включать свою музыку. Но и это еще не все. Существует поддержка сервиса Spotify, то есть через интернет можно слушать любимую музыку и поддержка голосового помощника Alexa. Но самое главное, что все функции Bluetooth модуля работают и работают вполне корректно и адекватно, включая Alexa. Правда Alexa обычно общается на английском языке, может немножко как-то реагировать на акценты произношения. У меня с этими делами есть определенные вопросы и поэтому нормально Alexa мы не протестируем и нормально с ней не пообщаемся. В любом случае функция на мой взгляд не самая актуальная, но вдруг если вы пользуетесь этим голосовым ассистентом, обязательно напишите в комментариях. Мы будем знать сколько среди нас таких людей. А вот что касается функции Spotify, то здесь все достаточно интересно и удобно. Если между магнитолой и вашим смартфоном выполнено сопряжение по Bluetooth, то кнопкой выбора источника мы просто выбираем раздел Spotify BT и дальше в принципе с приложения Spotify, которое установлено на смартфон, идет трансляция потокового аудио, в принципе любые исполнители, любые жанры, то есть весь функционал приложения Spotify. То есть здесь мы даже можем в принципе увидеть там недавно прослушанные, недавно воспроизведенные композиции. На, можно сказать, даже однострочном дисплее производить поиск не так уж и удобно, поэтому гораздо удобнее, наверное, пользоваться все-таки управлением этой функцией, этим приложением уже с смартфоном. У нас, конечно, не обзор приложения Spotify, но так вот вкратце выглядит интерфейс данного приложения. Здесь есть какие-то прослушанные композиции, рекомендации, новинки и все это идет уже непосредственно из ваших, скажем так, музыкальных предпочтений. То есть флешка уже, наверное, не нужна, достаточно просто мобильного приложения и подключения к интернету. Но если вы все-таки когда-то захотите поностальгировать или, как говорится, тряхнуть стариной, то у вас всегда будет возможность загрузить в деку любимый компакт-диск, либо подключить USB флешку. Кстати, здесь USB-шник непростой, у него есть режим Drive Change, то есть поддержка USB накопителей большого объема. К аналогичным устройствам я неоднократно подключал жесткий диск на 1 ТБ и мог без проблем прослушивать с него музыку. Приложение JVC Remote, которое используется для прослушивания музыки и настройки ресивера, имеет следующий интерфейс. Здесь, к сожалению, я так и не разобрался, как вызвать список композиций, но, тем не менее, мы можем каким-то таким вот образом, свайпами вверх-вниз переключать композиции, ну и, собственно говоря, нажатием на дисплей просто включить беззвучный режим. То есть, скорее всего, данное приложение нам понадобится исключительно для настроек магнитолы. Меню, кстати, на английском языке, язык тоже не меняется. То есть, здесь, в принципе, привычные предустановленные настройки эквалайзера, и можно выбрать свою пользовательскую настройку. Дальше у нас идут звуковые эффекты, тон компенсации и усиление низких частот. Затем привычная настройка всех магнитол, это баланс фейдер, то есть для смещения звука. Но я думаю, это не имеет никакого значения, так как у нас есть еще звуковые задержки. Здесь мы выбираем позицию, на которой находится слушатель, и, в принципе, можем выбирать дистанцию до слушателя от каждого динамика. Таким образом, корректируя звук, корректируя звуковые задержки. Если бы еще этой магнитолой была возможность подключения нескольких усилителей, то, в принципе, это было бы очень даже интересно. Дальше, настройки динамиков. Здесь мы, в принципе, можем выбрать размер динамиков, их форму, форму, размер твиттера. И также у нас есть кроссовер. Кроссовер здесь мы можем также строить кривую необходимую нам. Но, например, так как у магнитол конкурентов, рисовать кривую мы не можем пальцем. То есть мы просто вводим какие-то значения и смотрим, как, скажем так, меняется настройка. Еще у нас есть настройки сабвуфера с регулировкой фазы. И можем выбрать тип автомобиля. Это фирменная настройка GVC. Она называется Space Enhancement. То есть она также присутствует в настройках магнитола через ее интерфейс. То есть для того, чтобы не разбираться с звуковыми задержками, можно в упрощенном режиме просто выбрать тип автомобиля, нажать сохранить. И магнитола подстроит звучание непосредственно под тип кузова каждого автомобиля. Также здесь внизу мы можем выбрать, где установлены динамики, для того, чтобы настройка была более точной. Еще раз повторюсь, все настройки, которые вы видели в приложении, без проблем можно выполнить и через интерфейс магнитолы. Но на практически однострочном дисплее это сделать немножко труднее, и тем более это не так наглядно для видео. Но, тем не менее, такая возможность существует. И если нет под рукой смартфона, то, в принципе, перенастроить магнитолу можно и вручную. Теперь, что касается качества звучания и, конечно же, качества передачи голоса при беспроводной связи. Для этого нам, естественно, понадобится подключить магнитолу к динамикам и к питанию. Здесь используется обычный ИСО-разъем, и соединение производится путем разъем в разъем. К ИСО-разъему подходит 13 проводов, и у нас еще есть отдельный 14-й. С этой стороны у нас провода питания, провод, который можно подключить на ближний свет, и при включении ближнего яркость магнитолы будет автоматически притухать. Также управляющий провод для управления активной антенной, либо тем же усилителем. Здесь у нас 4 пары акустических проводов для подключения к различным динамикам. Мощность встроенного усилителя у нас 4 по 22 Вт. И, в принципе, производитель подразумевает, что к заднему левому каналу можно подключить пастивный сабвуфер мощности до 50 Вт. Ну, если это для кого-то актуально. Также у нас есть, как я говорил, 14-й отдельный провод. Это провод для подключения к штатным кнопкам на руле. На европейцах, тем более немцах, это не работает. В лучшем случае это будет работать на японских автомобилях и, возможно, на каких-нибудь старых корейцах. На практике подключение осуществляется следующим образом. Из машины должен выходить соответствующий разъем папа. Мы вставляем папу в маму. Также я уже предварительно подключил микрофон. При необходимости можно подключить FM-антенну. Теперь магнитолу устанавливаем, грубо говоря, в шахту автомобиля. Кстати, здесь энергонезависимая память. И поэтому при отключении магнитолы от питания настройки сохраняются. Данная модель поддерживает воспроизведение различных аудиофайлов, включая флаг. Но по сравнению с бюджетными моделями, здесь более высокое разрешение до 48 бит. Сейчас мы послушаем как раз флаг-файл, а затем MP3 и сравним звучание этой магнитолы с бюджетными GVC, а также аналогичными устройствами от конкурентов. В принципе, в данном случае нас интересовала только возможность воспроизведения флаг. А слушать музыку мы уже будем непосредственно на MP3-файлах. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И теперь напоследок нам осталось выяснить, насколько качественно работает выносной микрофон с так называемой широкополосной передачей голоса. Для этого мы звоним всегда одному и тому же человеку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тогда отлично, понял, спасибо. На этом у меня как обычно все. Свои мысли по поводу данного ресивера обязательно пишите в комментариях. Но перед этим по традиции поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok